Она явно ни копейки стоит, и они не укладываются по времени. Вот три сделали гранд-финал, поэтому мы, я думаю, успеем уже. Я уверен, что, знаешь, если бы у них там всё затянулось, то у них, когда уже шли бы гранд-финалы, там бы уже люди собирали, там, знаешь, все пожитки снимали эти, стенды, но уже готовились выезжать, потому что какое-то время же надо, чтобы всё это убрать. Ну и сейчас я ожидаю увидеть Битл Саппортов. То есть все мы знаем, что основные плеймейкеры у ЕГЭ это Саппорты плюс Харленеры. У Фнатиков, ну, появился Экскалибр, да, но, в общем-то, Саппорты огромную роль играют там тоже. И сейчас пик Фнатиков, вот Панда, Рюмастер, это показывает, что они не собираются играть в крысиные бега, в которые они любят играть, а сейчас их больше привлекает, ну, лбовой замес. Я могу сказать, что, наверное, вот два героя, Панда и Мирана, они на двоих имеют прокаста больше, чем весь пик Альянс в прошлой игре. Ну, если так посчитать, а ее некие. Ну да, да. То есть вполне достойным. Ну, а ЕГЭ, они взяли Дума, ферст пик. Ну, хорошая закрывашка для Брюмастера, ну и в целом сильнейший лидгейм. А второй пик воет. О, Господи! Да, вот я немножечко еще поанализирую. Когда вы пикаете вайда вторым пиком, это ориентир на то, что вы сейчас собираетесь брать прокаст. Такой прокаст, который вы будете, вот именно, поставил сферу, убил и убежал, все сварил. Потому что с Брюмастером очень трудно драться на ранней стадии. И Тинкер, это тот самый прокаст, который реально, вот, ты поставил сферу, Тинкер дал там прокаст, и вы можете убегать. Следующего купола ждать. Или если дал хорошую сферу, то можно вообще всех убивать. Для фнатиков становится пока проблема. Мирана и Брюмастер не самые лучшие ловители Тинкеров. Им нужны бойцы, которые, во-первых, будут давать какой-либо вижен для того, чтобы ловить Тинкера. Ну и, во-вторых, которые будут желательно быстро бурстать этого малого. Кая, на самом деле, не ожидал вообще от ЕГЭ, что они возьмут Тинкера третьим пиком. Ты видел хоть одного Тинкера от ЕГЭ? Я, по-моему, нет. Я тоже не припоминаю Тинкеров, но... Просто Воид, Тинкер и Думбрингер в одном пике, как по мне, это перебор небольшой. Это жадность, да. Единственное, что спасает, то, что Тинкер может защищать базу. Вот, наверное, единственное, что спасает этот пик. Но сейчас у фнатиков открывается огромное пространство. Первое, что они могут сделать, это очень сильно выиграть Лени. У них есть Брюмастер, который будет стоять блестяще на меде против того же Тинкера. Мирана и любые плюс-2, которые уничтожат Вайда, Думу или кто бы там ни был на Легкой. И взять любой Соло, который также опустит либо Соло Дума, либо Вайда. То есть сейчас фнатики думают, вот хотят ли они идти в Хардфорд Лейн. И, кстати, их герои, которые они забанили, это аппараты Тинкер и Дрэгон, подсказывают, что они со мной согласны. Что действительно они убирают весь прокаст купол. Всё, что могло бы убивать инстант. Ребят. Ну, первое, что наклёвывается, это Шадо Демон. Он достойный гражданин. То есть он сейвит против купола. Если вас, ну, поймали в купол, то ты мало того, что прячешь своего парня, то ты можешь, допустим, проклять Вайда. Ну и расстрелять его всей командой. То есть хороший вариант. Второй вариант, который они взяли, это Визаж. Вот это уже более интересный расклад. У ЕГЭ Тинкер. Птички летают. Птички летают. На них можно прилететь кем-то. Ну, или можно просто увидеть Тинкер и начать лупить его где-то в стороне. Там дать шальную стилу. В общем, вариантов много. Поэтому Визаж, он такой, знаешь, своего рода лёгкий каунтер для Тинкера. И против миличников он выступает, на самом деле, очень жёстко. ЕГЭ нужна защита. Всё, что усиливает проказ купол, хотя два героя уже забанены, да, и всё, что может защищать свой хайграунд. Но нет, ЕГЭ, они немножко в другую степь пустились, они берут ещё больше контроля. Вот это уже прям удивительно. То есть у нас такой пик, просто Дум вырубает одного, Бейн вырубает другого, Войт вырубает третьего и Тинкер всех раскладывает. То есть сейчас просто неслыханная наглость, потому что у ЕГЭ ноль нюков. Только марши Тинкеры. Вот сейчас, если Фнатики эту верят, они могут там какую-то пугну взять и просто пойти пушить, потому что нечем защищать. Но нет, они берут Трента. Защитника Отечества. Ваш против Тинкера. Трент более-менее спасает. Сбивает ульту Бейну, если Войт у нас прыгает. Ну и пока Фнатики не решаются пушить. Вот я уверен, что когда-нибудь люди пойдут пушить с пугной. Потому что это слишком. Ну с пугной вчера вообще ребятки из IG, там нормально IG. По-моему даже Вич и Гейминг уже брали пугно. И она у них лютая получается. Они ставят там на изи-лайн, она фармит, фармит, фармит. Потом еще идет фармит стаки, которые ей делают. И на 10-й минуте имеет Аркан плюс Меку и все. И там левел. И выигрывают игру, да? Да, да. Ну вот я ожидал сейчас увидеть что-то похожее. Потому что Тинкеру очень тяжело против варда пугной сражаться. И спамить тяжело, потому что пугна все равно областует. Но сейчас Фнатики уходят в лейт. Фнатики решили обнаглеть тоже. То есть у них есть тренд Визаж Мирана. Ты защищаешь себя от гангов. Ты защищаешь себя от какого-то врыва под хроносферу. Ну там приличное количество тычек вайда. Ну в общем, Фнатики решили переиграть Тинкера и вайда в лейтгейме. Необычная вообще связка, потому что это сложновато. Нужно давить на ранней стадии. Некому останавливать купол вайда. Если Войд прыгает первый, то он может просто прыгнуть четырех героев, да? А ему ничего не сделают. Они посмотрят на него и он поставит сферу. Ну да, тут именно так и есть. Только вот вопрос в том, если Фнатик будут играть очень агрессивно против пика ЕГЭ, по-моему у ЕГЭ будут серьезные проблемы. У них сейчас единственный минус в пике, это то, что прям конкретно Тинкера щемить и гонять по карте не особо будет получаться. А на хайграунд заходить тяжело, потому что единственный ДП сер Мирана, ну и так чуть-чуть Визаж, они тонкие. Им очень заходить тяжело ЕГЭ, вот я верю, что будет боец. Но это еще большая наглость. Боже ты мой, ты посмотри. Пять героев, ноль АОЕ, ноль нюков, просто ноль нюков. И если ЕГЭ выйдет таким пиком в лейтгейм, то Фнатиком будет Анреал там сражаться. Да. Аура Винги, Аура Дума, Дизейблы Бэйна, там еще минус дэмэджа Бэйна, еще воид со своими башами в хроносфер, и все это под Тинкером, который будет раздавать мэджик дэмэдж. Фнатиком нельзя затягивать, ни в коем случае. Им нужно вы... Ну, в начале игры идти и всех убивать. Опа. Это герой. Нравится. Вот этот герой определенно всем нравится. Мипарь заезжает на сцену. Пока не заезжает, у нас зрители еще не видят, но оно так и есть. Но вообще, первое, что хочу сказать, это блестящее для ганга Тинкера. Птички летают, видят Тинкера, и в любой момент на эти птички прилетает Мипарь. Мипарь видит Тинкера. Прыгает сеткой Хекс там, что угодно, что он соберет, и все. Тинкер никто. Здорово. Фнатики ударятся в контроль. Четыре героя будут бегать как плюс один. Это Мирана, Визыш, Панда и Трент. На самом деле, довольно достойная комбинация. А Экскалибур будет у нас бегать на Гаман Сири 1. И учитывая, что у ЕГЭ нет ауенюков и какого-то жесткого прокаста, то Мипарей будет убивать очень тяжело. Пингарь с руки. Воид бьет с руки. Дум частично тоже без с руки. Трент кастует ультимейт и все. И все. Трент кастует ультимейт и все. Есть такое. Так, ну и на Тренте будет играть на Тейл, Хани на Брюмастере, Флависаж, Экскалибур на Мипа и Трикси Мирана. Да, у ЕГЭ Пипиди на Бене, Мейсон на Думбрингере, Юниверс на Вайде, Зайна в Веджефу Спирит и Артизи на Тинкере. Первый раз вижу Артизи на Тинкере, на профессиональной сцене. Ну вот сейчас посмотрим, насколько он жесткий. Считай, битва, так скажем, двух самых сильных персонажей Экскалибура, это Тинкера и Мипа. Сам Экскалибур играет на Мипа, ну а Тинкер сейчас у ЕГЭ. Битва с двух самых жестких вообще героев, наверное, в паблике, которые, вот я знаю, это Мипа и Тинкер, потому что, когда я играл в паблике, я еще экстримил, то я немножко так, знаешь, что-то смотрел, что-то Тинкер, немножко больной на голову герой, да, и Геомайзер что-то вот, ну, тоже ненормальное что-то. И вот по итогу, что-то я смотрю, они так вверх-вверх-вверх, да, у кого-то там 7000 ММР, у кого-то там еще выше. Я так смотрю, я понимаю, что эти герои реально когда-то ворвутся, я не знаю, ну, если руки у людей будут. И в итоге, вот сейчас мы видим, что два сильнейших кэрри с прямыми руками этих героев себе сразу забирают. Ммм, ППД. Ставит вортец, сразу этот вортец увидели. Ароу попадает в ППД. Но убить его вряд ли получится. Никто не подошел. Никто не успел подойти. 30 секунд вортуру! Так, ну и вордец при желании сломать они могут. Причем, а нет, не одинаковые, мне показалось, что одинаковые ворды степла нет. Разные. Пурманшилд себе взял экскалибур, купил, точнее не купил, а подарили ему тангусик и еще один айрон бренч. Интересный такой. Закуп. И он, судя по всему, еще и в мид идет. О-КО! Да, я могу сказать, что медиум будет чувствовать себя довольно хорошо. Тинкер, если он будет качать марши, то он будет бесполезен против него, ну, потому что просто геомансер все будет получать под тауэром, а если тинкер у нас будет качать ракеты, что в этом пике не очень хорошо, то у нас экскалибр просто уйдет фармить леса. То есть, ну, в обоих случаях экскалибр будет чувствовать себя замечательно. Да и под тринтом, что важно. Проходятся у нас команды по лайнам. И вот, если предпочтение, какая команда тебе больше импонирует? Ну, честно говоря, мне сейчас вот гораздо интереснее наблюдать, как экскалибр всех побеждает. Ну, я думаю, так, немножечко будет все-таки я за фнатик. Хотя, в целом, и ИГ по последним играм тоже радует по выступлениям своим, поэтому эти ребята тоже у меня вызывают уважение и симпатию. Ну, я скажу, что я тут всей душой за фнатик, потому что пик у них очень жесткий. То есть, он продуманный и более-менее вот видно, как этим пиком выиграть. В то время как у ИГ, у них, ну, такая овернаглость, что нужны всем слоты, да? И Думу, и Винге, и Тинкеру, и Вайду, а у фнатикам не нужны слоты никому. Фнатики могут спокойно в четвером пойти драться. У каждого героя есть прокаст или там семечко, которое можно посеять и можно спокойно убивать. Плюс Войт заходит не в кассу. Дум бьет сурки, Винга бьет сурки. Ну, блин, вообще, по сути, как бы Войт накрывает куполом и только Тинкеру профит при таких распадах. опять же, вот этот хардлайн Войт, уже не первый раз пикающийся командами, немножечко непонятен. Опа! Опа! Вот так вот, не ожидал, походу, ракету. Артизи быстро объяснил Скалибру, да, кто из них сильнейший мидер. Ну, или вообще такой. Тут у Икскалибру только три крипа. Ну, Икскалибр, он, видимо, не ожидал вообще такого, ну, что Тинкер качнет ракету. И я могу сказать, что да, ты не всегда ждешь такой подставы слеганца. Не пошло что-то у Икскалибра, но начало такое себе. Обычно вот у Икскалибр, вот в такой ситуации, когда Тинкер качает ракеты и лазер, то все, что ты делаешь, тут у нас стрела, стрела мимо, ты просто пушишь слайм пуфами, потому что, ну, с руки тяжело сражаться, да, у тебя 52, у Тинкера там почти 70, плюс еще лазер. И разве что вот, ну, так потихонечку раздупляться. То есть, ну, пакеомайсер, если захочешь... Так, у Трикси проблемы жесткие, Трикси уходит с Липа, но недалеко, броньсапом его все-таки убивают. И это минус. герой ЕГФ убивает героев на Тико, вот это да. А, смотри, смотри, Биг Дэди, Биг Дэди, курица, курица, он пропустил курицу, курица в итоге сейчас принесет опок, он тебя ожидал, что она, видимо, с сапогом будет. И все. Выходит на Тинкер, и Тинкер у нас тоже в сапоге, даются ракеты, а приказ от Экскрайбора Гоиндж у нас Биг Дэди, но Биг Дэди без сапога и в итоге сейчас еще... Он еще убить хочет, но как бы я не знаю, каким образом, там ракета вроде не добивала, сетка и не достает, и в итоге тут очень и очень неплохо контролит, Зай. И в итоге неадекватные действия у нас от саппортов Фнатиков, вот дерево, да, убежало с линии, на линии убили, ничего не сделало в центре, возвращается Тинкер, который еще к тому же поднял руну, все в пользу эгэ в этой игре, вообще все. Так, Настя, он достанет лазером? Нет, не достанет. 365, тут 355, Мипа еще быстрее бегает. Лазер уже, по-моему, там на 3, да, взят? Да, слушай, интересно, очень интересно. Третьего левела лазер, Скалибур будет разваливаться за секунду. Решил доминировать, то есть, по полной на линии, хотя редко берут лазер на троечку, потому что, ну, дорого стоит. Плюс 25 маны всего за 80 демеджа, и в драке ты его кидаешь редко, поскольку маленький рейндж. Но, видно, что у нас Артизия настроен на этого геомансера вообще не прощать. Вот смотри, геомансер пропушил, все, ты пропушил, и уходи куда-нибудь в лес. Там, стакай себе дабл эншентов, делай еще что-нибудь, потому что на линии тебе будет очень жестко. Ой-ой, вот как это можно назвать? А это можно назвать, что Экскалибр, походу, первый раз увидел Тинкер в центре, потому что он делает абсолютно необычные, неодуманные вещи. Ничего сверхъестественного от Артизии, просто лазер, ракета, тычка и минус. Он не посмотрел, походу, на бутыль, да там, по-моему, даже обычной тычки бы хватило. Так, сетка, по-моему, это будет еще один минус, лазер, ракет, тычка, Экскалибр, еще буквально один хит нужно сделать, Экскалибр, Ливен Армор его спасает, тренд без Лич Сида, не хватает ему маны, и опять же возникает вопрос, что они делают? Боже мой. Что делает Экскалибр, боже ты мой. Эгэ, по-моему, чуть ли не сейчас, чуть ли уже не сейчас выиграли эту игру. Очень, очень все печально. На топе ловят Флая, Флай, Ару залетает в Зая, но в любом случае Флай умер, Флай, Зай, какие-то они все непонятные. Да, я могу сказать, что сейчас либо Артизи в соло выигрывает катку, либо Экскалибр соло ее сливает, ну, как-то так, потому что необычно. Ну, скорее второй вариант. Потому что необычное явление, когда мидер вот так исполняет. Вроде бы тебя доминирует, вроде бы тебя за прокаста убивает, а ты все равно идешь драться. И я уверен, что сейчас, у нас тут сверху тем временем гонится за Трикси, я уверен, что сейчас Экскалибр начнет, ну, вот, наконец-то он начинает делать то, что ему надо делать. Он идет фармить леса. Ну, потому что в центре делать тебе нечего. Так и так. Вот забрал, забрал, ну, тычечку забрал, вторую, правда здесь он мог сделать даблстак, но, увы, обойдется одним стаком. И нормально. Собрать себе какой-нибудь там базилиун или генманы, ну, и что прочее, и все, Экскалибр может соло фармить весь лес. И если они вот пофармят, то, ну, разница будет не очень сильная. Если бы не нафиг так жестко. Ну да, просто у Тинкера такой лютый буст, то прям, у него теперь, ну, лазер, который он промаксил, так, на топе, Найтмар, Триксела подстрял, стан, брейнсап и забивает тупо с руки. Да, без вариантов. Что-то Трикси тоже так, уже 0-2, вроде Мирана, вроде как и выживать не удается. У Трикси, по-моему, дизмораль после того, что происходит на центре, он думает, боже мой, как так? Как так все происходит? Ну, единственное, пока что спасает катку, это панда сверху. Ну, как я и говорил, да, она против Вайда довольно-таки хороша. Крипстат, ну, на 20 крипов его обгоняет. Ну, еще подро подхорашивает. Не считай того, что Вайд помог в центре разок. Ну, теперь у нас начинает деревце получать эксплу по центру, но фармить ему все равно очень тяжко. Тинкер у нас уже восьмой, когда дерево только четвертое. Экскалибур после двух, ну, двух фидов подряд ушел, наконец-то в лес и начал там фармить. Это то, что надо, и все фнатики, понимая, понимая, что они проиграли верхний лайн, уходит в центр, ну, и на нижний лайн. Вот стрелы, но артизиан к этому готов и ожидаю, что сейчас фнатики в ЕГЭ пойдут в ответный пуш, точнее, в ответный ганг. В центре дома оставляешь соло и никто ему ничего не сделает уже, и это здорово. Юниверс нашел Трикси. Трикси не ожидал. Трикси последний, наверное, что ожидал здесь видеть, это вайда, при том, что он смог не тратил. Да, и ЕГЭ в Миссину уничтожают фнатиков, просто в Миссину. 0,8. С таким-то пиком, с таким-то пиком, который должен был поначалу вообще прям из базы не возить. Да, Тинкер должен был нормально отставить против Мипа, то есть они друг друга не должны были убивать, был обычный фарм, а вот остальные они должны были быть уничтожены, но что-то как-то уничтожены по итогу. Фнатик под смоками своей детским. Да, и с руки его просто тупо забивают. Да, основное уничтожение то, что вот из-за того, что у нас дерево тп шло в центр, да, дерево ушло ганговать, то верхний лайм просел. А этого делать ни в коем случае нельзя, если ты стоишь на 3 на 3, и если один герой идет, все, ты проиграл 3 полайн, прям сразу. То есть вы вдвоем против троих вы ничего не сделаете. Ну и в общем-то ЕГЭ показали, как реализовывать вот таких героев. Так, уже травела летят. Угу. Девятая минута, Сулринг, травела. Кул. Очень хорошо Артизи себя ощущает. Я уже не говорю о том, что у него девятый левел. Прям невероятно все круто. Кнатики теперь чувствуют, что на линиях они стоять не могут вообще, идут гангать. Уходят они гангать, находят они Мейсона, нападают, Мейсону больно, нападают со всей толпой, начинают его фокусить, и... первый килл. Отлично. Всей толпой его полчаса месили, и... еле-еле нас все-таки делают фраг. Окей, хотя бы распечатали, уже неплохо. Что-то сделали. Смотрим на PPD, поставил он центры, думает, что тут будет стоять опс, да, за Тауэром агрессивной. Но по идее он должен там стоять. В этой игре вполне вероятно, что его нет смысла туда ставить. Нет маны у Хани, нет махана сплит, а у Вайда была сфера. Если бы как-то игр и сейчас просто напали, в Хани мог уплотиться. Сверху тем временем у нас натики, а... ну, он дальше остались. Посмотрите, бегает Excalibur. Посмотри, где он бегает. Вот здесь. Нормальный. Паунс Сайзл, продамажил там хрипов, которых Пейн может забрать. Так, посмотрим на Networce. 5000 артизии, 4100 имеет у нас Мейсон. То есть вот Doom вместе с Тинкером пока занимает первой строчке, дальше идет Бремастер, ну и там 3000 всего-навсего у Excalibur на Mipo. Все довольно плохо начинается для Mipo еще. Может ли он оклематься после вот такого, так как все-таки Тинкер это тоже наверное один из сильнейших вот этих лейтовых героев и Mipo по-моему будет падать за Ezreal Дагон или там даже может быть Ezreal не потребуется одного Дагона до лазера. Мипо просто вам будет падать смотри. О, да. Машинки, лазер, рокет, труп. Нам машинки Тинкера добили, хп не хватило. Было близко кстати. Нужно покупать центри или дасты. Иначе следующий раз может выжить. Пейзажик своих фамильяров уже скоро подымет на топе под смоками. Брю с Даггером и Арканами. Ну, можно на самом деле на поезд. Пуш-отселайн. Пуш-отселайн очень много крипов. Прорывается Ханни. У нас раскладывается фокус от PPD нападает с ней на него. PPD у нас получает стан. И PPD отжирается. Бежит дальше. Кулдаун стана. Поднимает. Ну и забрали у нас PPD, но это мало. Мало за ультимейт панды. Забрать одного несчастного саппорта. Это и правда очень мало. Лаг. Какие-то лаги, я так понимаю, пошли. Паузу не ставят. Значит все в порядке. Значит играть можно. Скайбор. Девятый себе поднял. У Артизи одиннадцатый. Разница в два левела. По надворцу разница конечно колоссальная. Более чем в два раза. Очень серьезно оторвался вперед. Наконец-таки появились фамильяры у визажа. Может быть Флай сейчас с этими фамильярами как-то будет там линии толкать. Но опять же эти машинки Тинкера они настолько противные. Вот эти фамильяры не дай бог хотя бы на секунду попадают под эти машинки и все. Они долго не живут. Да и драться в лобовом столкновении сейчас нереально. У нас юнивер занимает снизу идеальную точку где его невозможно загангать. Пять героев ничего не делает вайду. В итоге Артизи здесь может стоять один в пять один в один когда никого нет и это просто идеальный расклад. Воид накрывает куполом любого если кто-то приходит но если никто не приходит то чувствует себя просто как у себя дома. В итоге захотели пришли напали на тавер фикси думают о боже что за делы прилетает у нас мипа не по опасности у нас походит еще дерево нашли дерево и ничего здесь натики не сделают летит стрела но на стрелу пофиг да и это тренд рассыпался за секунду 2.11 экскалибур пытается там как-то фармить 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 уже взял десятый есть третий мипа по деньгам у него горкла пт боттл ну золото не много на кармане нас выдвигается дальше находит здесь флая флай стоит вообще не реагирует просто идет в логово противника флай у нас тут же падает также у нас падает тавр и ег шоколаде ну как бы он не то чтобы шел в логово противника он шел в лапы к противнику но по факту то он находится у себя на базе но уже нет такого понятия база фнатик так мейсона всей семьей покарали ну сладкую булочку нашли это мейсон в итоге его сверху забирают нормально вот сейчас фнатик делают самые адекватные действия они ретируются из своего леса и двигаются в верхний лес потому что сверху они посильнее врываются хай клэп артизи вот как он доггернулся это что за щиты такие он же клэпнул время прошло да что-то как-то быстро время прошло еще один даггер ну и в итоге живет артизи никто его не смог убить под анвизом хотят зайти нет марш избивает им все блинки и в итоге ребята у нас дальше отходят но сейчас знаете как все нормально а вот именно по стратегии несмотря на то что они сильно отстают нужно вот здесь вот кого-то ловить вот у нас бегает хани видит зая видит экскалибур ну же ребята это ваше это ваш шанс врывается у нас на зая начинает его пинать зая просто развороте пинает у нас и это четвертый фраг но пятая смерть на мипа что тоже как бы не есть хорошо учитывая что погибло всего на всего вингах они хороший даггер уходят его тут по-моему даже не видели как он ушел там через откуда вот и догон ого 15 минут тревела догон сул ринг и даггер лазер третьего и машины машины говорю ракеты четвертого всему в принципе осталось а он походу сейчас убьет пойдет за ним не я не пошел нравится у нас мейпа охотится на тинкер тинкер стоит очень нагло это шанс бросить сеточку но нет тинкер у нас уходит и в итоге проблема у фнатиков нечем ловить если нету панды то понимать фактически ну не сможет никто как ты знаешь ты прыгаешь ты прыгаешь на противника в итоге он просто тоже прыгает от тебя блинкаутом и все если ты если тинкер видит панку то тинкер фактически не уязвим на карте ну а юниверсом просто не уязвим оцени вайда вводится харды бегает 2-2-0-3 ну реально его здесь очень тяжело замочить китируется свой лес ну на их месте тут уже просто тонал карнавал то есть даже хани не хочет прыгать уже в тинкера понимая что у него нет ульта это стрёмные тинкер на глазах у противника поливает ракетами и как надо экскалибр покоится вот в не самый обычный билд ну точнее самый точнее обычный но здесь ему нужен ой-ой-ой залетает тароу пропадает юниверс пытается взять этого юниверс и получается сделать килл а мипарь в итоге живет живет раскладывается ппд сразу ухо дождь шоквейв, сеточка, хани, ну хани уже не жалятся, его надо динайд, динайд, да, получается его за динайд, ну, как бы огрызаются, фнатик на самом деле, пытаются, пытаются выкручиваться, довели они, конечно, тинкера до той стадии, в которой он уже чувствует себя царем, но он чувствует себя бессмертным, как мы видим, и за это его наказывают, подставился, Рецепт надо гонзел, переагрессировал, так, смотришь со стороны, получается потрясающая комбинация, ну, ты кидаешь тинкер-сетку, и летает стрела, работает связочка, ну ура, у нас фнатики постепенно выкарабкиваются, да, то есть графики уже ползут вверх, пиков фнатиков все-таки как ни крути, но он боевой, то есть нюков больше, и прокаст мощнее, да и подтанковывают они чуть-чуть получше, и нужно все, что сделать, это начать первыми, панды с блингнаггером, чем на Вайдане начать, вы просто сможете бежать, бегает Трикси, но, по-моему, Трикси все, Ай, как там Да Левен армор, бежать, 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 под фейзами, но нет, Вайдетский накрывает его все-таки Промакшенный прыжок, тут, конечно, далеко не убежишь Тинкера догон второго, пока не торопятся с Эзериалом, он еще что-то там выкладывает, прожимает Сулринг, боже мой, жадрот Рывается Хани, прыгает у нас на универсу, универсу нет ультимейт, нужно фокусить ППД, ППД с ультой нападает, рывается у нас Тинкер, накидывает ракеты, но... Боже мой, он не успел Брэндсап даже нажать, как так вышло? Хотя бы Брэндсап бы нажал, восстановился немного ХП, там может быть еще с Найтмаром, и как-то бы выжил, не пошло Тинкер без маны, но марши у нас его защитили, Фнатики дальше отошли, знаешь, Фнатика все хорошо, Фнатики теперь у нас потихонечку упакуются, правда немного, да, то есть тут артов у них вообще фактически нет, только, наверное, Мирана тут с Брайсером, Аквилой, тут Биг Дэдди с сапогом, и Хани с Блинк Даггером, но у них зато появляется пространство у Геомансера Если у нас Мипос может появить пространство до того, что Тинкера не будет соло ваншотить, то он этого Тинкера просто будет не прощать Но пока видно, что он как раз упакуется в эти самые артефакты Аганима, вот уже скоро Да, Аганим Даггер, и там уже можно Юниверс у нас в позиции, и блестящая игра от Флая, он палит вот эту контору, понимает, что здесь Юниверс, который хочет ворваться, и в итоге Фнатики ждут сами Трикс решил побайтировать, а у Вайда сфера вот уже скоро, интересно Юниверс, давай покажи, что ты нападок у Бивака, нет, решил подождать, и ЕГ у нас дальше продолжает фарм Все-таки знаешь, лидгейм ЕГ это 5 секунд, у Юниверса проблемы, Старшторм вплотную, но тут сразу вязается Найтмар Корни, есть Хроносфера, Трикси прилетает сюда, Тинкер в итоге попадает в Хроносферу Но в любом случае раздупляется Тинкер, дает прокаст, минус Трикси, и Артизи бризится к даблкилу, но может отъехать, ему буквально пару тучек сделать, но нет, не получается эти пару тучек сделать По итогу еще и Фамильяра одного теряют Играют, играют на самом деле Фнатик агрессивно, при том, что они далеко не в том положении, чтобы играть агрессивно Рокет, сеточка, сеточка Тут уже далековато, Тинкер Оу Пуфаться, пуфаться прямо сейчас Нет Опа Не успел, не успел, впереди совсем чуть-чуть прыгает войд Находит Хани, называется Клэп У Хани маны там чуть-чуть не хватает на ульту, но универс А у нее нет хроносферы Ну туда, в принципе Да, у нас в теореме с Мари гонится за Думом Нашли Дума, Дум с Айгисом Находят его Экскалингор И Дум у нас, увы, но против геомонсера он не сможет сделать ничего Забирает геомонсера, прилетает Тинкер Нужно срочно помочь у нас Думбрингеру И в итоге пока кайтят вообще по всей карте у нас в Натике Нужно убегать, но нет, блестяще сбивает у нас лапом и все Мда, надо было хотя бы попытаться подраться Мне кажется, он эту Вингу развелил довольно быстро Но в итоге хотел поубежать и ничего не вышло Терикси Давай по айтаму, что ли, пройдемся Есть у визажа ПТ Здесь тренд, но у трента ничего не имеется Аганим себе мипа дофармил Фэйза, Аквила, Брасер Ну и стики у Мираны Брюмастер, Таггер и почти, кстати, аганим Хани, молодец Точкаточку Бэйн, дурна На Думе есть Огар Клаб Парабаны, Медас, Владмирс, Фэйзы Ну тут такой фтар более-менее имеется У Юниверс Мом ПТ Аквила Ну и Артизи Да, они тут у Фингефорс Артизи Сделал себе догон Уже четвертого Осталось буквально чуть-чуть и будет пятый И там какие-то Эзериал, Эхексы и все Понеслась Или просто сразу собрать Эзериал Потому что маны очень мало Он сейчас один из тех тинкеров, которые, ну, демиджи вносит немного Нашли Экскалибр Подходит к нам с PPD Юниверс Начинают пилить всей командой И в итоге в три ульта Экскалибр у нас забирают Ганг просто шикарный Люди находятся у Тавара Под Таваром они спокойно все забирают И Атикам нужно что-то в ответ спит бушировать Ну или фармить Думаю, у нас хорошие артефакты впаковал Медас, Владимир на команду Учитывая то, что все бьют с руки Это Даст очень много в плане ДПС Единственный вот у него крип какой-то Ну, не самый лучший в этой игре НСНЕЙР Очень дорогой по мане Из-за чего он постоянно бегает Не фуловый Ну, я думаю, сейчас он поменяет Пошел как раз таки в лес Сейчас что-нибудь найдется, кушает Флая поинт бустер Появился Аганим наконец-таки у Брюмастера Ну, может быть сейчас будет попроще У Брюмастера и Певчанская на три раза взята И вообще у него левел такой высокий Практически все свои скиллы промаксил Довольно хорош Хани Но он по-моему единственный у кого все более-менее хорошо Ну, хотя у Икскалибура тоже все наладилось Но не забываем про Тинкера, который его будет ваншотить Своего прокаста Тут урона более чем достаточно, чтобы забрать Нипуча Ну, если так посмотреть, то, ну, для Икскалибра все будет хорошо, когда он сам купит себе Блинк Даггер Сейчас он фактически, ну, все что делает, это защищается против Тинкера Но если он тут у нас рвает на Артизе, он просто берет и улетает Если у нас Икскалибр купит себе Блинк, то он сможет это с этим Тинкером еще и повоевать И тогда уже будет выигрывать тот, кто видит противника Ну, а с пиком Фнатиков тут Вижн больше, ну, больше можно создавать Вот, нападает на Икскалибура, два Дагона Минус Просто Изи Все очень и очень легко Теперь вниз Тут Юниверс Ну, Юниверс Ни на кого не нападает, рядом никого нет, но тут Ренша стоит На базу Покидался ракетами Ну, весь лес вообще заваржен Опсы Раз, два Ну, тут, в принципе, ответные опсы также стоят Пытаются как-то контролировать Фнатик собственный лес Там ЕГи обосновались очень плотно, Примастер Клэп Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Вот это неожиданность ЕГи очень плотно обосновались везде Что в свой лес ты не можешь зайти, что в верхний лес ты не можешь зайти В общем-то, Фнатики сейчас под такой ситуацией, что они никуда не могут зайти Ну и это нормально Тут Зай, кстати, вон Плетает Экскалибр, но что-то он Тауэр Тауэр все равно забрали И вот это вот силы Тинкера Тинкера, который пакует пятый догон и контролирует вообще всю карту Когда будет Эзерлбейд, по-моему, Экскалибр вообще не стоит появляться На карте, пока он не увидит Тинкера Он себе Еулы вообще сделал Интересный закуп Он зачем ему Еулы против Бладмайлов, но Бладмайлов нет Против чего? Вдруг его там чем-то цеплять будут? Ну, в принципе, Еулы как бы неплохой темп Почему бы нет? Против Рево Панды Если Панды обрываются, то ты сможешь себя поднимать и потом, ну, так же на Блинге убегать Да Топаться их выживания Для того же Геомайстера поднимать Артефакт стоит чуть дешевле, ну, меньше, чем Хекс, но при этом ты будешь стабильно нападать на него Поднимать, прокаст, потом Веул и еще раз прокаст Вот В атаке очень хороший артефакт Зай купил Орчуд Неплохо для Бинги Очень даже неплохо форс Орчит То есть, как бы, теперь Если Брюмастера свапать и сайленсить, то он Вообще без вариантов Так, тем временем забрали Трикси И это минус Тинкер Погает Вуэт Ставит Хроносферу Да Тоже получается забрать мипача Под машинками Вот, казалось бы, да Взял, заюзал машины перед смертью, которые, по сути, не должны были никакой пользы принести, а во и детский успел и по итогу отваливается мипа Ну, дэмэджа все равно очень много Ну и плюс есть такое, знаешь, как, когда ты сражаешься, когда ты борешься, то тебе нужно сделать все возможное А потом, кто его знает, может быть, кто туда придет Такая, ну, такая, мммм Ханни Хараки чемпиона Через два ультимайта Ханни у нас нашли, ханни у нас также минус, но и фнатикам бы как-то собраться вместе, в кучку Кучнее, кучнее, потому что по отдельности, увы, им к суппорту команда Игорь передают приветы Бам! Зай попадает на пятибалочку Интересная стрела, как он вообще понял, что здесь бегает Зай Как он в него этой стрелой попал Вардец вроде стоит, да, вот эти вот варды по ходу палят Так, и на Рошана У Рошика тут Doom с дабл дэмэджем Воят под Момом, все под аурами Волк, Винга, господи, какой там диммэдж That диммэдж Плюс 300 с лихом было, когда Doom находился рядом с Вингой Ужас И дэмэдж будет лаваться с каждой минутой 860 крит Достойный крит, еще 4000 сверху Ловит стрелу, но на месте фнатиков я бы сегодня не двигал Уж слишком опасно Нужно идти ловить тинкеры Тинкер, он сейчас такой самый опасный гражданин Скальбор, в общем-то, этим сейчас и занимается Он стоит сверху, стоит снизу Фнатики в позиции на центре Хотят что-то сделать, но здесь, по-моему, сделать вообще нечего Радианс Мидл Тауэр Ужас Тинкер, и вот когда он выходит так под твою базу То здесь сигнал, что лучше не подходить Вообще вот сюда У него Аегис, поэтому он такой наглый Его наглость оправдана Даггер появляется на мипиче Но Экскалибур выфармливает Выфармливает с корнем пополам Нетворс, конечно, у него 8000 Это очень мало, даже меньше, чем у саппорт Винги Так, кого-то поймали Сразу вязаются елы Хроносфера, Экскалибура развалили Развалили также визажа Все очень легко и просто Подрубается ультимейт от Брюмастера Брюмастера под этим же ультимейтом похоронили ГГ, просто даже ждать ничего не стали Это тотальный овнич Начало было невероятно противное Невероятно печальное И тут уж, конечно, мало что можно сделать Легкая победа Для невероятно жадного пика от ЕГЭ Эта игра им должна была достаться гораздо сложней Но в итоге они выиграли за 30 минут Как это случилось? Как это случилось?